Противостояние жителей коммунальных служб продолжается. Здравствуйте, в эфире дежурный по городу. Московское шоссе 171. Сроки сдачи новой детской площадки во дворе дома затягиваются. Мы приехали, сделали, как говорится, вот эти бордюры в начале июня. После этого никаких работ не производится ничего. Я сама лично, потом, значит, наши старшие по дому писали письма. Я звонила лично в администрацию промышленного района. Администрация промышленного района говорит, что это не наше дело, потому что этим занимается департамент по благоустройству. Здесь у нас были какие-то двое качели, карусель была. Сейчас ничего. Там вот есть даже песок не завезли. Там есть маленькая площадка. У нас очень много детишек. У нас три дома, двор такой. Никто ничего не делает. В начале августа, сказали, должны быть здесь оборудование детское. То есть паровозики должны быть, домики должны быть, двое качели должны быть, парусель должна быть, теннисный корт должен быть там. И гимнастические такие эти оборудования. Но, как видите, уже скоро сентябрь, никакого оборудования, ничего нет. Сказали, это оборудование идет в Санкт-Петербург. Но, наверное, только не сказали, в каком году. Сказали в начале августа, но год не сказали. Улица Олимпийская, 4. Несколько лет жильцов беспокоит одна и та же проблема. Скачки напряжения в доме происходят с незавидной регулярностью. Идут к нам голые провода. Эти провода все заросли деревьями, ветками. При порывах ветра все это замыкает между собой искры. Ветки никто не убирает. Ну, я не знаю, как еще обращался я много раз. Лампочки от красного цвета до белого и лопаются. В третьей квартире лампочка лопается от все напряжения. У нас сгорает, что включено в это время в работу, то сгорает приборы бытовые. Вот у нас холодильник сгорел, монитор сгорел. Потом я слышал, печь сын наладил, сгорел. Во всех деревнях, везде уже давно, стоят изолированные провода, сипы. Между столбов, от столбов к домам и везде прочее. И у нас все голое это висит. Как вот ветер, все это искритый и замыкает. А когда замыкает, значит напряжение меняется. Кто успевает дома выключить автомат, у того целый. У нас, ну, сколько раз уже, вот такое было. Улица Новосадовая 250. Добрая традиция. Каждое лето жильцы превращают свой двор в светущий сад. Я люблю просто, чтобы вокруг дома была чистота, порядок и красота была. И если каждый посадит хоть два дерева и три цветка, то у нас население, больше миллиона населения, у нас город будет чистый. И весь зеленый, в цветах будет. А я люблю наш город. Самару я вообще люблю. Из-за того, что наш город, он находится в такой зоне, где можно выращивать все. Цветы, деревья, яблони. Ну, все можно сделать. Но только лишь бы люди, отношение людей было хорошее. К своему дому, к людям, к растениям. Традиции вот этого дома, они распространяются на весь ТОС у нас. И в этом году у нас еще появились такие клумбы, которых не было в прошлом году в других домах. Этим газоном восхищаются все. И запах вот этих цветов поднимает настроение окружающим. Дети у нас даже яблоками угощались. Вот у нас яблони растут. И благодаря вот старшему, и это у нас как экскурсия. Понимаете, это пример для всех. Чтобы каждый, как говорится, разводил вот такие цветы, а не сидели на лавочке. И мы даже привлекаем молодежь. Даже с Тольятти приезжали, специально для того, чтобы узнать, кто же нас финансирует, чтобы мы вот это все посадили. А когда узнали, что это я со своей пенсией все это беру, они просто удивляются, что такая красота с пенсией одного человека. На сегодня это все. Звоните и пишите в нашу редакцию. Увидимся.